МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Наталья Николаевна. Добрый день. Скажите, а вы всегда были такой активной общественницей? Или к вам это пришло в какое-то последнее время? Да нет, сколько себя помню, я всегда занималась как-то общественной работой и общественной деятельностью. Когда-то я была заместителем председателя общественной палаты городского округа Самары. Когда-то я была членом Совета по здравоохранению Октябрьского района. И когда мне три года назад предложили вступить в Союз женщин городского округа Самара и возглавить Комитет по здоровому образу жизни, я согласилась. Тогда подробнее поговорим о вашем Комитете. Что предполагает... Все это отражено, конечно, в названии. Ну вот конкретно, какая у вас деятельность? Вообще, вот как вы видите ее развитие даже? Чем вы занимаетесь? Ну, если говорить в целом о Союзе женщин, то вообще основная цель – это, конечно же, содействие и повышение статуса женщины в обществе, и роль ее в политической, экономической, социальной, культурной жизни и так далее. Ведь у нас не секрет то, что женщина очень загружена. Это и на работе, и в семье, и с детьми. А вы хотите ее разгрузить? Нет, мы не хотим ее разгрузить. Мы хотим ей помочь. Потому что у нас работает очень много комитетов, которые осуществляют различные сферы деятельности и которые, в общем-то, и направлены на помощь женщины. Это и благотворительность, это и правовые какие-то консультации, это и информирование по каким-то правовым законодательствам женщин, это оказание юридической помощи женщинам, малообеспеченным гражданам, инвалидам. Это и содействие в осуществлении медицинской и социальной реабилитации. То есть очень много направлений. Ну, тот комитет, который возглавляю я, «Здоровый образ жизни», как раз направлен вот у нас на формирование у людей здорового образа жизни. Что такое здоровый образ жизни? Это, конечно же, режим труда и отдыха, это правильное питание, это рациональные физические нагрузки у людей, это отказ от пагубных привычек, которые существуют у нас, к сожалению, такие, как курение, алкоголизм. То есть вот это вот, а это все, в общем-то, если это все объединить, то это профилактика заболеваний. А все это мне очень близко по сфере моей деятельности. А какие факторы негативно сегодня влияют на здоровый образ жизни? Потому что в последнее время очень много говорят о здоровом образе жизни. Вот вы перечислили основные пункты. Да, мы все их знаем. А что им противостоит? Вот чтобы представить себе, что нам мешает быть здоровыми сегодня? Здоровыми мешают очень много. Конечно же, это и окружающая среда. Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье у нас вот определяется человека и влияние оказывает 10% это медицинские услуги, качество оказания медицинской помощи, 10% наследственные факторы, 20% окружающая среда и внешние услуги и 60% конечно от образа жизни самого человека. Вот это все определяет. Понятно, что такое у нас пагубные привычки и с чем бороться нашему комитету. Комитету это с гиподинамией, это с неправильным питанием, когда у нас сейчас люди очень любят фастфуды и вот эти вот точки быстрого питания питаются на ходу, совершенно неправильно, не соблюдая режима, рациональность питания, несбалансированное питание, где приоритет либо углеводный, водистая пища, либо жиры одни употребляются в пище. Гиподинамия, опять повторюсь, почему? Потому что на машинах, на лифте вместо того, чтобы пройти один этаж пешком или сойти с транспорта и прогуляться, например, до дома одну остановку пешком. Люди мало двигаются сейчас. Да, получается, что цивилизация нам вредит. Вредит, вредит. А что вы можете сделать, вот конкретно ваш комитет? Во-первых, вы там одна или как это выглядит? Вот вы возглавляете комиссию, извините, не комитет, комиссию. И что? Вот что она из себя представляет? В комиссии по здоровому образу жизни у нас входят где-то 10-12 человек. Это женщины, которые вот близко, по духу этот комитет и работа в этом комитете. Чаще всего это медицинские работники, но есть и немедицинские работники. Из разных районов города. То есть в каждом районе города в комитете есть специалист по здоровью? Есть специалист по здоровью, который вот, а я как бы курирую, объединяю их деятельность, направляю и организовываю какие-то мероприятия. А мероприятий у нас очень много. Мы проводим конференции по здоровому. У нас конференции часто очень называются «Здоровье и женщина». Проводим лекции с привлечением специалистов. Например, вот мы в конце 2014 года проводили лекцию по онкологии, по онкологическим заболеваниям. И уделяли огромное внимание профилактике, конечно, онкологических заболеваний. Проводим лекции по рациональному питанию, по физическим нагрузкам, как заниматься спортом, как дозировать физические нагрузки при том или ином состоянии. Ну и вот так. А вот интерес к этим лекциям есть, потому что всю эту информацию, собственно говоря, можно найти в интернете. Можно смотреть какие-то программы, посвященные здоровью и так далее, питанию и так далее. Вот вы проводите лекции. Вы чувствуете, что это полезно для кого-то, кто-то к вам приходит, и на это люди откликаются? Да, конечно. Люди идут, люди откликаются и с удовольствием слушают, потому что мы приглашаем высококвалифицированных специалистов. Мы устраиваем дни открытых дверей в каких-то центрах, например, здоровья или в кабинетах смотровых. И объясняем женщинам, в общем-то, пользу для них, для чего они должны это посещать. Вот я могу сказать, что когда я даю информацию и встречаюсь с женщинами, несмотря на то, что у нас очень много говорится о профилактическом направлении в медицине и в здравоохранении, иногда я удивляюсь, что очень мало кто информировал, что есть проект такой, который на государственном уровне реализует наше здравоохранение, это диспансеризация населения, что существуют и работают центры здоровья, что они осуществляют свою деятельность совершенно бесплатно в рамках ОМС, что есть профилактические осмотры в поликлиниках, и их обязательно нужно проходить. Да, действительно. Ну вот некоторое время назад, года 2-3 или 4, по-моему, активно говорили про центры здоровья, была информационная такая политика, так скажем, направлена на это, а потом как-то вот и не слышно действительно стало про них. Они действительно работают до сих пор? Или они, может быть, как-то сократились, ужались? Нет, центры здоровья работают, у нас их 15 по области, в частности работают на базе нашей больницы центра здоровья, они работают на население городского округа Самара и область. Пожалуйста, вот, например, наш центр здоровья, у него зона ответственности 300 тысяч человек, это жители Октябрьского района, жители железнодорожного района и часть Советского района, те, кто относится и прикреплен к городской больнице номер 6. Но это ничего не значит. Любой житель из любого района, по желанию, имея полюс, может приехать в наш центр здоровья и пройти все обследования, которые там положены. А какую информацию получит человек, пройдя эти обследования? Вот что он выяснит о своем здоровье? Центр здоровья направлен на выявление факторов риска развития заболевания. То есть это гиподинамия, повышение уровня холестерина, повышение уровня глюкозы, наследственные факторы, это наследственность, например, по сердечно-сосудистым заболеваниям, по онкологии, по сахарному диабету. То есть вот такие вот факторы риска ожирения, избыточной массы тела. То есть когда у человека находится фактор какой-то риска развития заболевания, его осматривает доктор и дает заключение, и дают рекомендации, те или иные. То есть по двигательной активности, по рациональному, опять-таки, питанию. А если выявлены какие-то серьезные нарушения или даже какие-то заболевания, то рекомендуется посетить того или иного доктора в поликлинике по месту жительства. Да, вот вы сказали еще, что существует диспансеризация. А кто ее проводит? Ждать ее от предприятия, от своей поликлиники, от кого вот, куда идти, к кому обращаться? Диспансеризацию проводят все поликлиники города и области для прикрепленного населения. Те застрахованные лица, которые прикреплены к тому или иному учреждению. Конечно, она проходит по определенным годам, возрастам, но в сущности она определена с таким возрастным размахом от 21 до 99 лет. Пожалуйста, нужно прийти в поликлинику. Это совершенно бесплатно. Диспансеризации проводятся гражданам, и они все должны, в общем-то, ее по тем годам, которые обозначены вот в 2015 году, пройти. Это замечательные обследования, которые приведут вам, любому, в общем-то, жителю. А какие обследования? Что будет обследоваться? Совершенно бесплатно. Это и общий анализ крови, общий анализ мочи, и определение уровня сахара, холестерина. Это и осмотр глазного дна, это и электрокардиограмма будет сделана, флюорографическое исследование, это консультация невролога, это консультация терапевта, это, значит, и мамографическое обследование у женщин старше 39 лет, и у мужчин обследование на онкомаркеры. Это и узи органов брюшной полости. И если что-то выявляется, то пациент идет на второй этап диспансеризации, более углубленные, и какие-то дополнительные методы обследования. Да. А какие-то еще акции и направления вашей работы, кроме вот такой информационной, существуют? Вот чем вы живете, занимаетесь? Вот не только же лекции? Ну вот мы доносим эту информацию до населения, и по диспансеризации, и благо посещения центров здоровья, и профилактические осмотры, которые должен раз в год проходить каждый житель в своей поликлинике по месту жительства или по месту прикрепления. И то, что дает нам и физическое занятие, физкультура, занятие спортом, и правильное питание. Ну, в общем, здоровый образ жизни. И, конечно, мы жителям доносим такую информацию, что есть школы здоровья, что в поликлиниках есть школы отказа от курения, что есть школы и с какими-то хроническими заболеваниями. Это и школы здорового сердца, и артериальной гипертензии, школы сахарного диабета, астмы школы, ревма школы. Их очень много. Просто многие не знают, и, к сожалению, их не посещают. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы наблюдаете за горожанами, которые к вам обращаются, может, даже не обращаются. Какая тенденция? Сегодня люди разворачиваются, заинтересованы в здоровом образе жизни, или все-таки преобладает такое невежество, нежелание и так далее? Или ситуация меняется все-таки? Потому что смотришь на молодежь, кажется, все они уже подтянуты, все в фитнес-клубах, то есть у них абсолютно другое мировоззрение. А вот у людей старшего и среднего, может, возраст, оно меняется все-таки или нет? Ситуация сейчас меняется, и сейчас, в общем-то, даже становится модным заниматься своим здоровьем. Поэтому люди посещают и спортивные комплексы, я вот тоже наблюдаю, и коньки, и лыжи, и посещают, в общем-то, активнее стали посещать, конечно, и поликлиники, и профилактические осмотры проходят, и смотровые кабинеты, и на флюорографию более-менее приходят. Ну, в общем-то, конечно, организованные люди чаще это делают. Есть такие, которые не посещают и не делают этого, к сожалению, мы их пишем, пишем записки, привлекаем, ходим, посещаем на дому. Но люди стали активнее заниматься и спортом, и вот заниматься своим здоровьем. Да. А какие у нас сегодня ценности в этом отношении, в отношении здоровья? То есть, получается, мы перенимаем европейские ценности, вот, в каком-то, да, вот все вот эти фитнес-центры, косметология, все это к нам из Европы приходит, да, в основном так получается, такая тенденция? Ну, почему из Европы? Это, мне кажется, возвращение просто к давно забытому, хорошему старому. Потому что, вспомните, мы раньше, да, утром просыпались под утреннюю зарядку, и люди сейчас этим занимаются, и активно посещают и спортивные залы, и производственные зарядки, производственные гимнастики сейчас уже возрождаются на многих предприятиях, я просто это знаю. Поэтому есть положительные тенденции, когда люди заботятся о своем здоровье. Да, вот когда вы сказали, что мы возвращаемся к старому, мы недавно были во Вьетнаме, у них же сейчас социалистический строй, и вот действительно, они утром все выходят на зарядку семейными парами, то есть они ведут вот такой здоровый образ жизни, делают постоянную ее зарядку и так далее, а мы, получается, к этому уже опять и возвращаемся. Хотелось бы у вас узнать еще, кроме вашего комитета, общая деятельность Союза, как часто вы встречаетесь, какие у вас мероприятия проводятся, насколько это вам интересно, и какую отдачу от этого вы получаете, потому что вы активный работник на своем профессиональном поле, да, медицины, это не самая легкая работа, так скажем. И тут еще такая общественная нагрузка, вот, в рамках Союза, что она из себя представляет, чем вы занимаетесь? Ну, в рамках Союза мы проводим заседание, обсуждаем какие-то насущные темы, какую акцию нам провести. Сейчас мы вот активно готовимся к проведению, конечно, 70-летия Победы Великой Отечественной войны, будем чествовать тоже ветеранов, находим этих ветеранов, также вот как бы спрашиваем их проблемы и помочь им, занимаемся малоимущими семьями, занимаемся благотворительностью, ну, как-то вся вот такая социальная поддержка, обозначаем себе темы, вот я говорю, для каких-то конференций, лекций для женщин, что интересно. Вот я могу сказать, что у нас вот многие женщины запросили провести какую-то лекцию, и тренинг по косметологии, который вот вы упомянули, и я так думаю, что мы это организуем. Да, потому что информации много, но опять же, много чему не доверяешь и не знаешь, что можно, что не нужно. И также вот мы сейчас готовим, скорее всего, это будет конференция по хронической усталости. Потому что это очень актуально, конечно. И даже, может, речь идет не столько о физической, сколько еще и моральной, да, такой вот... Моральной, здесь вот как раз именно по психологической, по вот моральной усталости, на самом деле, это присутствие сейчас у населения и у женщин особенно, которые, вот я говорю, и работа, и дом, и хозяйство, и дети. Поэтому вот это вот мы тоже планируем провести в 2015 году. Ну и, конечно, мы участвуем и в каких-то культурных походах, выездах, и вывозим женщин. Посещали прошлый год мы Виновку храм, посещали с удовольствием, все выехали, посмотрели. Это и общение совместное, это и нахождение новых друзей, да, по интересам. А посещали с горожанами или своим союзом? Мы и союзом, мы привлекали горожан желающих, то есть я вот, например, в этом союзе нашла очень много единомышленниц и новых подруг себе нашла. Да, кстати, вот подруги, это ключевое слово. Это наше, да, это наше ключевое слово, мы обращаемся друг к другу с словами подруги. Ну вот самых выдающихся ваших подруг совсем недавно наградили, проводился конкурс городской на Женщину года. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, ну а потом мы продолжим разговор. Учить детей и самой набираться опыта у них же. Оксана Лагденова призовые места в конкурсах занимает регулярно. Ее детский сад в числе ведущих. Но получить награду именно в конкурсе Женщина года особенно приятно делится педагог и руководитель. Ведь силы для трудовых подвигов она черпает в своей семье. Для меня мотиватором и вот таким моторчиком является, безусловно, моя семья. Это поддержка и забота моего отца. Это любовь со стороны моего мужа и со стороны моего сына. И когда я прихожу домой и чувствую их поддержку, мне хватает сил не только решать все вопросы на работе, но и успевать все по дому. У Светланы Корыцевой семеро, но по лавкам не сидят. Старше из пяти сыновей уже вовсю помогает маме воспитывать младших братьев. Да и дел в семье Корыцевых не меньше. Вдохновившись семейным успехом, Светлана основала православную классическую гимназию для младших школьников. Занимается активной общественной деятельностью и преуспевает в своей профессии в медицине. Ее девиз – больше делаешь, больше успеваешь. Когда много, на самом деле это легче, зачастую получается. Вот так, все очень гармонично. Я думаю, что каждая женщина, если она на себя берет чуть больше, чем ей кажется, что она может понести, получается, наоборот, легче. Вот только нам попробовать. В этом году лейтмотивом всей акции была выбрана тема женского подвига. Среди финалисток – вдова, участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, погибших в горячих точках. По мнению главы администрации Самары Олега Фурсова, проведение такой акции очень важно, особенно в год 70-летия Великой Победы. Проект «Женщин года» действительно особенный. Он с 1998 года объединяет представительниц прекрасного пола, которые достигают успехов в профессии, творчестве, спорте, продолжают себя в деятях и помогают другим людям становясь активными общественниками. Хотелось бы сказать особые слова признательности вам, милые женщины, и низко поклониться всем домам России, женщинам, обладающим великим мужеством и великим сведением. Настоящая женская доблесть и верность заслуживает того, чтобы ее увековечили. По словам председателя городской думы Александра Фетисова, в планах уже этой весной создать проект памятника женщине, одно из предложенных мест для размещения скульптуры «Самарская безымянка». Для меня это награждение сегодня имеет еще особый смысл, в том числе ответственностью и моей мамой. Это действительно главное предназначение женщины. «Самара наша заслуживает того, чтобы женщина была поставлена памятник культурных композиций. У нас, к сожалению, таковых нет. Мне хотелось бы, чтобы это был какой-то памятник поколенческой благодарности нашей». Победителем в номинации «Журналистика» стала главный редактор телеканала «Самара ГИС» Ирина Дулгаева. Финалистки конкурса «Женщины года» городского округа Самары уже в следующем году смогут побороться за звание лучшей в самом женственном конкурсе Самарской области. А вот вы до просмотра сюжета обозначили одну из проблем – это моральная усталость у женщин. Понятно, что физически она может и пройти – отдохнул, поспал, полежал или наоборот побегал и так дальше. Хотелось бы от вас услышать, как можно снять моральную усталость, потому что понимаешь, что она может привести к каким-то более сложным, психическим и так далее, нехорошим последствиям, когда усталость перейдет в какие-то уже рецидивы. Вот что нам делать, если нет возможности прямо уехать и в отпуск, и все бросить и так далее? Если нет возможности такой, то это можно все сделать, все в наших силах. Прогуляться по нашей красивой набережной, да просто походить хотя бы 15-30 минут прогулок по свежему воздуху, это дает свое значение очень большое, и вот эта вот усталость проходит. Отвлечься какой-то интересной книгой, пообщаться с детьми, с внуками – это, между прочим, тоже очень позитивный фактор. Да, казалось бы, очень простые рецепты, но очень простые. Или заняться любимым хобби каким-нибудь, кто-то вяжет, кто-то шьет. То есть отвлечься от таких насущных проблем, и это дает свои положительные плоды. Да, вот сейчас тоже в сюжете упомянули про памятник женщине. Хотелось бы узнать, вот вы бы кому поставили такой памятник, и в вашей жизни вот такие выдающиеся женщины есть, пример у которых, может быть, вы даже следуете и восхищаетесь? Потому что все мы воспитываемся, да. Ну, это однозначно, что памятник матери нужно ставить, да, и на самом деле, потому что… Вот я считаю, то, что из меня получилось, это только заслуга моей мамы, которой я очень благодарна, которая, к счастью, еще жива. И дай Бог ей здоровья и активного долголетия. Да. Ну, вернемся все-таки к этой теме здоровья. Вот мы говорили о здоровом образе жизни, такие общие понятия вы сказали. Если конкретизировать для женщин здоровый женский образ жизни, вот так скажем, что в него включается? Или это, собственно, не разделяется по геронтологическим признакам? Это, на самом деле, да, что и мужчины, и женщины, это, на самом деле, нужен какой-то режим труда и отдыха, это нужны и профилактические, как я говорила, да, осмотры, то есть забота о своем здоровье, это и правильное питание, не вот как бы злоупотреблять жирной пищей, а отдавать предпочтение все-таки овощам, фруктам, забалансирование питания должно быть у женщин, ну и все то, что я уже ранее говорила. Да, и а какие вот возможности есть у женщин, вот напомнить, чем нам нужно воспользоваться, вот мы начали разговор с того, что вы говорите, что вы удивляетесь, что мало кто знает вообще, что существует это, 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 вот какие у нас вот еще раз хотелось бы услышать, есть возможности, чтобы вести, придерживаться здорового образа жизни на федеральном уровне, государственном, городском и так далее, чем мы можем воспользоваться? Воспользоваться теми программами, которые я уже упоминала, которые у нас сейчас работают во всех лечебных учреждениях города и области и вообще по всей стране, это диспансеризация, если вы подходите в этом году по году, потому что там определенные года, каждые три года человек может пройти эту диспансеризацию. И требовать сразу в поликлинику, вот не сказали, что мне нужно. Просто уточнить, выяснить, даже у своего врача общей практики или у терапевта должны вы проходить в этом году диспансеризацию. Если вы не подлежите в этом году диспансеризации, то можно обратиться в центр здоровья, близлежащие поликлиники, если нет в вашей поликлинике, не работает такой центр здоровья, записаться либо по телефону, либо подъехать туда и пройти все скрининговые обследования, или же пройти раз в год профилактический осмотр, который вообще все должны проходить, жители, в своих поликлиниках по месту жительства и по месту прикрепления. А как вам кажется, вот как медику, в чем причина того, что люди не идут, не проходят, не интересуются? Вот это что такое? Невежество или что? Потому что все хотят быть здоровыми, кажется. И все мы говорим, здоровье это главное. Вы знаете, как статистика показывает, вот в поликлинику приходят практически одни и те же организованные люди, которые, если им положено раз в год пройти или раз в два года флюорографию, значит, они придут и сделают. Они пройдут и смотровой кабинет, они посетят своего терапевта. То есть вот такие вот организованные. А есть люди, которые, да, действительно как-то вот наплевательски относятся к своему здоровью. И их и не затащишь в поликлинику даже на те обследования обязательные, которые они должны пройти. Может быть, они недопонимают все серьезности. Ведь что скрывать? У нас смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, это инсульты, инфаркты и от онкологии, они, в общем-то, на высоких цифрах, на предельно высоких цифрах. И позаботиться о своем здоровье, чтобы этого не случилось, в общем-то, должен каждый. А в чем должна выражаться общественная активность женщины? Вот вы такая общественница, так скажем. Вот женщина, как она должна проявлять вот такие вот свои общественные начала? Потому что вот мы много, опять же, несколько лет назад говорили, что повышать там свою гражданскую позицию, там все вот такое было направление. А сейчас как-то, мне кажется, никто в этом особо не заинтересован или нет? Или нужно это делать все-таки как-то вот? Ну, я считаю, что, наверное, делать нужно. Начинать нужно с себя. Я, например, привлекаю, конечно же, членов и своего коллектива. И даже вот то, что вот по здоровому образу жизни, я могу вам сказать, что у нас проводятся утренние зарядки. На каждом этаже стационара для больных, кто в состоянии это делать. А в 12 часов, с 12 до часа у нас проходит производственная, ну, разумеется, по 15 минут, кто когда может и свободен из наших сотрудников, производственная гимнастика. И вы знаете, посещают и ходят у нас люди. То есть вот это вот привлечение и участие в каких-то мероприятиях совместных. И реальный конкретный. И выезд на природу, да. И могу сказать, посещение театров мы ходим, в общем-то, коллектив я привлекаю. И если есть такая возможность, то с удовольствием им раздаем билеты, приобретаем в театры. Мы очень часто посещаем театр Самарскую площадь, и оперный наш театр, и драматический театр. Ну, в общем, живете полноценной общественно-культурной жизни. Да, посещаем бассейны. Поступило сообщение от Галины Васильевны. Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы внимательны и хорошо относитесь к больным людям. Помогайте нам. С праздником вас всего самого хорошего. Много-много-много раз вас благодарю. Ой, спасибо большое. Всегда очень приятно слушать. Вообще, это самая высокая оценка моего труда и моей деятельности. А если кто-то захочет вот к вам примкнуть, ну, не то что вступить в комитет, а вот воспользоваться вот вашим приглашением там в театр или выехать в Винновку и так далее. Вот как вас найти, связаться и вот обязательно ли вас искать лично, связываться? Или вот как вот координаты какие-то? Координаты можно меня найти. Я могу оставить свой телефон 312-55-17. Я всегда объясню, разъясню. Пожалуйста, обращайтесь. И всегда рады прийти на помощь. Если нужна помощь какого-то другого комитета, конечно, я соединю с председателем того комитета. И я думаю, что мы окажем помощь. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир, ответили на вопросы. Всего вам хорошего, успехов в профессиональной и общественной работе. Я прощаюсь и с вами, уважаемые телезрители. До новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова